Друзья, Евроспар в очередной раз обосрался. Столько просрочки я не видел даже в перекрёстке. Посмотрите, сколько тележек просто. Спасибо большое за понимание. Вы ожидаете? Я ожидал. А вы кинзалёт, да? Они просто знаете. Кстати, это люди коммунические безопасности. Какая форма интересная. Смотри, он по мальчику любит к мальчику. Ладно, не хаил, не надо, не надо. Ориентацию испортить, что ли? Хаил, не надо. Давайте без злого хвостей. Ну что, вы лицензированные осанники или нет? Слышно. Что, тяжело на вопрос ответить? Да нет. Вы русского языка не знаете? Он взял вся первую статью Конституции, наверное. Да. Речь потеряли? Если вам плохо, мы можем вам скоро увидеть. Смотрите, я искусственное верхнее вопрос. Это реально взяли. Если уж на то дело пойдёт, спасу жизнь человека, так и быть. Ну, Михаил, зачем руками трогать людей? Что за беспредел? Михаил, он председатель к этому закону или нет? Или контролёр? Может, вы охраните? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Он даже сам не знает, что он здесь делает. Попробуем. 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 Стоит пухти. Попробуем. 51 Конституции сделали, да? Все. Он 51. Да. Наша игра в крокодила, типа, мы должны угадать, кого он изображал? Нет. Я думаю, охранник. Я тоже. Нет? Нет. Вы охранник перетензирован, они не предоставляют удостоверение газа на потребность. А в твоих положениях это? Не знаю. Клоун может. В армии. Может быть, клоун. Я не знаю. А куда похоже? Они любят одевать разные одежду там и выходить там в зону. Или раз гвардейца изображаешь, которые сейчас уехали? Позорно. 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 Вместе с полицией. Тоже так же стояли и молчали. Отказались общаться. Вот этой вот этой? Ребят, вы любите рыбу? Вот есть сыр с плесенью, а есть рыба с плесенью? Дорблю. Дорблю. Рыба-дорблю. Сроки нормальные. Но, значит, условия хранения не соответствовали. Ребят, Евроспар, значит, у нас на Невском, как всегда, конфетки у них. Такие на целый месяц просроченные. Ё-моё. Как так произошло? Как так-то? Два дня назад я снимал конфеты просроченные. И опять. Ошалеть. Михаил проглотил язык. Ходит теперь. Ребят, у него очень большой высокий рост. Поэтому он замечает то, что обычные люди не замечают. Смотрите, борщ с курицей, замороженный. И то даже просрочился. Поэтому будьте внимательны. Замороженная продукция не всегда означает, что она не испортилась. Михаил, ну что с ты бездействуешь? Твой магазин тележками сейчас будут вывозить отсюда. Ё-моё. Экономическая безопасность. Да, язык так и не выглотил обратно, походу. Мишки. Ну здесь же есть этикетка. Все в порядке с ними, да? Или нет? Сними этикетку. Ну и что нам это этикетка говорили? 7 месяцев. 7 месяцев. 7 месяцев уже давно прошло, ребята. Это все про срок. Прямо судя по этикетке. Так, это у нас администратор уже подошел. Администратор, а где директор? Директор нет. Его надо вызывать. Здесь уголовное преступление произошло. Выходные закончились. Владимир. Вызывайте его сюда, пусть отвечает. Она позавчера пришла и говорит, я типа здесь отвечаю только за конфетки. А потом оказалось, что это директор. И она проотвечалась за конфетки. В фонд ответственного хранения только с кропорщикой рыбой. А то остальное есть. То есть, смотрите, вы принимаете, да? Но утилизацию вы не имеете право ее утилизировать. Потому что это уголовное, кстати, оно вас очень. Да. Если вы нам дадите, то есть вот рыба там находится. И просто придется каждый стрит-код, если ее отписать. Маркировку и так далее. В каком количестве вы приняли. И то, что она будет у вас выходить, и соответственно хранили. До рассмотрения материала. А то есть цветы она или уголовное преступление. Владимир, а как вы прокомментируете тот вопрос, что два дня назад с конфетами здесь боролся я. Все показал, как исправить. И ничего не сделали. Это умышленно, получается, торговлями? Нет. И что это я не очень хочу. Да. 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 Здесь есть очкетки. У нас очкетки за 8 июля. Так. Ну, дата поставки, допустим, 19.07.2021, да? Угу. Ну, за месяц они не могли ссортиться, соответственно, здесь. Угу. Угу. Verse 6 или же отдельно клеить. То есть если товароспособны, то каждый упаковка обязан иметь вот такие, бокли. И соответственно они у вас все без маркулята. Поэтому их постигла такая печальная участь. К сожалению. Можете сейчас МАГМИЛАДам помочь? Может быть здесь есть информация? Да, это производство сроки годности со столом. Не знаю, где� сказать. Вот. который вот здесь. В общем, сейчас администратор Владимир пошел за информацией для вот этих вот мармеладов. Интересно, откуда он ее принесет и как он докажет, что это конкретная информация от вот этих мармеладов. Понятно, не полная упаковка, а каждый из каких-то упаковков. Да, Владимир, я соглашусь, вот я вижу целую упаковку здесь, вижу здесь товар. Но как мне узнать, что этот товар конкретно из свежей упаковки? Как узнать? Вот, как есть. Никак. Это не доказательство. А как вы думаете, мы ее прям подкладываем сюда и больше не даваем? Честно? Думаю, да. Не конкретно вы, Владимир, но ваши работники. И знаете, на чем я основываюсь? На том, что, например, конфеты, ой, извини, конфеты, которые имеют срок годности, на которых на каждой конфетке написано срок годности, лежат в перемешку с просроченными такими же конфетами. Поэтому я подразумеваю то, что здесь такое же беспредел, говорится. Но это чисто по вашим словам, Владимир. По маркировкам так. Мужик, Владимир, обращусь? Нужно, нужно. Владимир, мне нужно возразие, потому что мне чеки надо отдать подразделникам полиции. Возразие некачественный товар, спасать 18 штата потребителя. Не убедились, что он потратит? Да. В общем, мне так и не доказали, что этот мармелад свежий, поэтому изымаем. Я попросил ее просто посчитать. А, и вы просто на слово поверите? На слово просто поверите? Я проверю. Она записывает. То есть вы потом пересчитаете? Я пересчитаю. А смысл тогда? Разве это будет быстрее? Если вам сложно, можете сказать. Не вопрос. Будем здесь в 2-3. Нам не сложно, но нужно делать все правильно. Слушайте, я составляю документы, все правильно, согласно в рамках законодательства. Все хорошо. Каким образом вам не мешаю, ничего. Не мешать, а как вы нам можете мешать? Если вы отказываетесь помочь, только скажите, мы отказываемся помочь. Если можете помочь, пожалуйста. Просто, чтобы это было законно. Филипп, положи там. Посмотрите, сколько тележек просто. И баранки просроченные. Все у них просрочено. Это умышленная торговля просрочкой. Потому что 2 дня назад я к ним приходил, и 5 тележек мы отправили. Почему снова у них просрочки? Ну разве не умышленно можно через 2 дня не убрать ничего? Они знают, что у них куча просрока, и не убрали. Торгуют дальше. Люди все схавают. Да? Что тут у тебя? Снова детская просрочка? Ребят, барни, ну посмотрите. До 24-го. Сегодня не 24-го. 28-го. 28-го. 4 дня просрочили. И положили в самый низ. Она бы там лежала еще долго. Ребят, посмотрите сметанник. Я его беру. Вроде бы свежий, да? 18.06. Час назад якобы изготовлен. А там еще этикетка. Отодрали, он в 7 утра, в 8 был изготовлен. Срок годности 6 часов. Будьте внимательны. Вот так Евроспар нас обманывает. А здесь что? Здесь они хотя бы перепарковали полностью. Охранник, вызовите администратора, пожалуйста. Хорошо. Куда вы вызовете? А вот на те кассы. Администратора старшего кассира, да. Администратора можно подойти наconex. Администратора наconex. Старшего кассира можно подойти наconex. Спасибо. Вот так вот выглядят пакеты Номера пакетов записаны Все идет по вашему заявлению Это финики Счет взял, что это финики Нигде не написано же Я так предполагаю Это просто неизвестный талант Это кто вам? Это финики Раз Вот просто сравните Как работает Оперативная группа Как она описывает И как описывают данные полицейские Совершенно по-разному действуют Плохо Их было двое Остальные простояли Они к соку не относились Я не буду вас учить Когда не надо комментировать Хочу комментирую Вы мешаете? Я отойду подальше Отойдите Насколько? Уходите Так, чтобы не мешать Не мешать Давайте не в комку заниматься Каким-то Я не занимаюсь комментировать Я не мешаю Все, я вам чем мешаю Я с собой разговариваю С своей камерой Лишь бы какую-то отмазку найти Чтобы нормально не делать Ну что, ребят Евроспар не учат Абсолютно ничему Мне кажется Через два дня Я приду сюда снова И будет столько же просрочки А может быть даже еще больше Мне самое главное Чтобы справедливо сегодня восторжевало И сотрудник, который ругался матом Все-таки уехал в отдел Потому что это уже классно Уважаемые дворяне Вот нам новое заявление поступило Чтобы вас удалось уважать Другие снинования в первом месте В отношении Не заявил Другие снинования 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok